Приведу еще один аят на тему баланса. Всевышний Аллах говорит в 25-й суре, Фуркан, аят 67. Аллах говорит о своих праведных рабах, те, которые расходуя, не расточительствуют, и в то же время не скупятся, а придерживаются середины. Вот равновесие. И мы должны быть уравновешенными в том, как относимся к людям. Будем слишком милыми, и люди нас съедят. А будем слишком грубы, и люди нас выплюнут. Золотая середина нужна. Это тонкая грань, середина. Никогда не становись слишком мил, и никогда не становись слишком груб. Если будешь груб, вот Аллах говорит в Коране. Опять же, это о равновесии. Аллах говорит. Это в суре Али Имран. Третья сура, аят 159. По милосердию Аллаха, ты был мягок по отношению к ним, мягок по отношению к своим сподвижникам. А если бы ты был грубым, с жестоким сердцем, они непременно покинули бы тебя. Гарантированно. Вот кто-нибудь такой, который всегда... Таких знаете? Так разговаривают. Когда домой приходят... Все время голос повышает. Все время раздраженный. Гарантированно. Его дети не будут по нему лазить, прыгать по нему. Близко к нему не подойдут, точно. Не захотят папу видеть. Даже если мать ведет себя так. Не захотят они рядом быть. Или жена не захочет. Или еще кто-то рядом не захочет быть. Почему? Потому что Коран говорит, отходишь от равновесия, будет вот так. Но справедливо и обратное. Если слишком мягок, люди схавают тебя. Съедят. Люди будут пользоваться тобой. Злоупотреблять тобой, использовать в собственных целях. Люди на тебе ездить будут. Аллах говорит, предупреждая пророка, салаллаху алейхи вассалям. 15 джуз. Священного Корана. Это в Суре, номер 17. 1-7. Аллах говорит, в аяте 74. Если бы я не подкрепил тебя у пророк, не поддержал, то ты уже был близок к тому, чтобы немного склониться на их сторону. Ты уже был близок к тому, чтобы немного уступить им в том, что они от тебя просят. Аллах говорит в Коране, не склоняйся на сторону беззаконников. Не делай этого. Аллах много где это говорит. Не потакай их желаниям. Не следуй за их прихотями и желаниями. Также Аллах говорит, должно быть равновесие. И Субханаллах, Ислам дает нам это равновесие. То есть, любишь ты или ты ненавидишь, сохраняешь равновесие. Не люби кого-то слишком сильно и не ненавидь кого-то слишком сильно. Равновесие. Сказал посланник Аллаха. Пророк сказал, это хадис от Тирмиди. Люби того, кого ты любишь, в меру, потому что однажды этот человек может стать тем, кто тебе не нравится. Ненавистен. И говорит. Ненавидь того, кого ненавидишь, тоже, в меру. Ведь однажды тот, кого ты ненавидишь, может любимым стать. Опять же, равновесие. Когда любишь, люби в меру. Приведу пример вам. Пророк Мухаммад, салаллаху алейхи вассалам, любил Айщу и других своих жен умеренно, в меру. Он никогда не любил слишком сильно. И никогда не любил слишком мало. А в меру. И когда возникали разногласия между ним и Айщи Рудейла Хуанга, у него всегда хватало объективности, позицию отстоять. Давайте немного больше объясню вам. А то некоторые такие сидят, мол, я-то при чем здесь? Вы знаете, что многие люди в западном мире страдают как раз из-за того, что слишком сильно любят. Не согласны, что ли, со мной, а? А, ребят. Не согласны, да? Многие сидят, дескать, о чем он говорит. Объясню. Вот человек сидит у себя дома. А его жена тратит деньги с его кредитной или дебетовой карты. А человек и сказать ничего не может, понимаете? Ведь если он что-нибудь скажет, то ночью от жены его такая нервотрепка ждет. Или еще какие проблемы? Покушать ему в тарелочку могут в итоге не наложить. Или женщина сидит дома и слишком сильно любит своего мужа. Из-за того, что она слишком сильно его любит, муж ее даже с дивана подняться ленится, не делает просто ничего. Сидит просто. Просто сидит. Ведь слишком любит она его. Родители есть, у которых дети играют вот в эти электронные игры. Эй, говорят они, заканчивай. Время. А ребенок заканчиваю, заканчиваю, заканчиваю. Не могут они его заставить. Он просто играет, играет и играет. Ты заканчиваешь, заканчиваешь? Ну давай, давай уже. Заканчиваешь, да? Заканчиваешь? Полчаса прошло, 45 минут, час прошел. Почему? Потому что слишком любите его. Если не можете заставить ребенка слушаться вас, если дома вы не тот человек, которого слушают, возможно, это значит, что вы дали слабину, потому что любите ребенка слишком сильно. Субтитры создавал DimaTorzok.